Вышли новости от PayPal. Теперь их мобильное приложение Venmo позволяет 70 миллионам пользователям покупать, хранить и продавать криптовалюты. Биткоин, эфириум, лайткоин и биткоин кэш, начиная от суммы в 1 доллар. Интересно, добавят ли они и доги коин в это приложение? В приложении также будут гайды и видео с ответами на часто задаваемые вопросы касаемо криптовалют. Это может принести огромный рост для всего пространства. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы рассмотрим три большие истории из мира криптовалют. Про американскую публичную компанию WeWork, крупную новость про американское криптовалютное принятие, а также отличные новости для Cardano, Polkadot, Tezos и их холдеров. Да, с вчерашнего дня каждый пользователь Venmo может покупать криптовалюту прямо в приложении. Это биткоин, биткоин кэш, лайткоин и эфириум. Как мы помним, PayPal в начале апреля тоже запустил оплату криптовалютами, но они сделали это по большей части для торговцев. Venmo же открыл эту возможность для людей. Что же такое Venmo? Это мобильное P2P приложение для быстрых цифровых платежей в несколько нажатий. Но как это событие касается нас, пользователей криптовалютами и инвесторов в криптовалюту? Дело в том, что это событие заденет 77 миллионов обычных пользователей, которые автоматически получат криптовалютные кошельки на своих телефонах. Кроме этого, приложение Venmo также ответит на все их вопросы касаемо того, как работать с этой криптовалютой. Возможно, эта новость о PayPal и Venmo никак не отразится на цене сегодня или даже через месяц. Но со временем, когда люди увидят рост эфира и биткоина, и у них при этом есть выбор в приложении держать баланс в долларе или биткоине и эфириуме, думаю, что многие из них решат держать баланс именно в криптовалюте. Кроме этого, в Venmo можно увидеть активность пользователей или сделать ее видимой для остальных. Это означает, что пользователи Venmo скоро будут видеть сообщение а-ля «Алиса купила биткоинов на 50 долларов», что будет служить как продвижение биткоина в массы. Понятное дело, ведет к массовому принятию. Что касается комиссий, она составит 50 центов для транзакций до 25 долларов, затем 2,3% для транзакций до 100 долларов и 1,5% для транзакций больше 1000 долларов. Это не самые маленькие комиссии по сравнению с тем же Coinbase, но с Venmo вы получаете простоту использования и комфорт. При этом вам абсолютно не нужно разбираться во всех этих биржах и как они работают. Как мы видим, принятие криптовалют набирает обороты в Соединенных Штатах, ведь публичная компания V-Work теперь принимает биткоины и другие криптовалюты. Компания недвижимости и аренды офисных площадей V-Work принимает оплату своих услуг в биткоине, и самое главное, будет хранить эту криптовалюту на своем балансе. Это очень важно, она не собирается ее продавать. Кроме биткоина, она планирует принимать Ethereum, USD Coin, Paxos и несколько других еще не объявленных криптовалют. Первым клиентом V-Work, который будет оплачивать услуги криптовалютами, станет крупнейшая биржа Coinbase, чьи акции недавно начали торговаться на NASDAQ, что сделала Coinbase первой криптобиржей, которую добавили на традиционный рынок. Цитата председателя V-Work. Когда мы думаем о будущем бизнеса, мы видим криптовалюту как его центральную основу. Криптовалюта помогает построить более сильную глобальную экономику, и наше объявление о том, что мы будем принимать криптовалюты в качестве оплаты, демонстрирует стремление компании не только к инновациям, но и к адаптации к потребностям новой экономики. Отличные новости и мысли от различных компаний, которые показывают, что криптовалюта действительно меняет будущее бизнеса, экономики и так далее, что в свою очередь означает, что она никуда уже не денется. Также есть хорошие новости для Cardano и Polkadot. Ведь в их экосистемы готовы влить 250 миллионов долларов. Начнем с того, что Cardano и Polkadot лидируют по объемам стекинга. По информации Stacking Rewards, Cardano – это лидирующий блокчейн по стекинговой стоимости. Объем задействованных в стекинге монет оценивается примерно 26,4 миллиарда долларов в АДА. Капитализация Cardano сейчас составляет 36,5 миллиардов долларов. Это означает, что 73% от общей циркуляции АДА находятся в стекинге. Просто вдумайся в эту цифру. 73%. Stacking Rewards установили, что ежегодный доход от стекинга Cardano составляет 7,22%. Не слишком много. Но что это значит? Это означает сразу три вещи. Первое. Cardano набирает популярность. Второе. Все задействованные в стекинге монеты уменьшают доступные предложения монет Cardano, что приводит к увеличению ее дефицита. И, наконец, третье. Чем больше количество монет в стекинге, тем выше безопасность сети Cardano. Вторая самая крупная криптовалюта по стекинговой ценности – это Polkadot. В стекинге находится 22,7 миллиарда долларов, заблокированных в токенах DOT. Это 64% от всего предложения Polkadot. При этом доходность для Polkadot выше, чем для Cardano. Она составляет 13% годовых. Я думаю, что эти новости означают фундаментальный зеленый флаг для обеих сетей – Polkadot и Cardano. Кстати, к моему удивлению, Ethereum 2.0 не на третьем месте. Третье место занимает Solana. Посмотрим на эти сети через несколько месяцев, чтобы увидеть, какая из них лучше удержит лояльность пользователей. И еще одна очень хорошая новость для экосистем Cardano и Polkadot. FD7 запустит фонд на 250 миллионов долларов для поддержки экосистемы Cardano и Polkadot. Кстати, интересно, что это тот же фонд, который в конце февраля этого года продал бесполезные биткоины ради альткоинов. В любом случае, он планирует поддерживать экосистемы Cardano и Polkadot и выделил для этого 250 миллионов долларов. Значит, эта дубайская компания видит в Polkadot и Cardano будущее и инвестирует в него. Это хороший знак для инвесторов Polkadot и Cardano. Следующее событие очень позитивное для холдеров Тезоса. На самом деле, в 2018 году я даже не мог подумать, что буду читать что-то подобное. Но тем не менее, игровой гигант Ubisoft присоединился к экосистеме Тезос в качестве корпоративного валидатора. В системе Тезос корпоративные валидаторы называются бейкерами. Бейкеры проверяют и подтверждают транзакции в блоке. Что-то похожее на майнинг в биткоине. Ubisoft стал корпоративным бейкером в сети Тезоса. Что означает, что компания поможет Тезосу подтверждать новые блоки в качестве корпоративного валидатора. Компания будет подтверждать транзакции и создавать новые блоки. При этом Тезос использует алгоритм Proof of Stake. Как часть системы Тезоса, Ubisoft планирует продолжать свои эксперименты с ликвидной технологией Proof of Stake и изучать, как это может влиять на будущее гейминга. Может быть, в будущем мы даже увидим игровые NFT от Ubisoft. Что, конечно же, хорошо и для Тезоса, и для NFT пространства. Как мы видим, NFT развиваются. И, конечно же, не все из них выживут, но для них явно есть место в будущем. Цитата от Ubisoft. Мы счастливы быть частью экосистемы Тезос в качестве корпоративного бейкера. Ubisoft верит, что у блокчейна есть потенциал, чтобы принести новые возможности игрокам и разработчикам. Так, давай притормозим. Ты, наверное, не совсем понял, что вообще произошло. Фактически, огромная игровая компания только что начала майнить Тезосы. Зачем им это? Может быть, потому, что они верят в Тезос? Я думаю, что да. Это все равно, что завтра Apple скажет, что мы начнем майнить биткоины. Очень громкое событие. Для меня это большой бычий сигнал по Тезосу. Кстати, Тезоса-то у меня и нет в портфеле. Принятие криптовалют шагает по планете. О таких новостях в 2018-2019 было даже страшно предположить. Но мир меняется так же быстро, как летит время. И мы всего лишь пытаемся ему соответствовать, адаптироваться и получить из этого профит. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Не забудь поставить лайк. Для меня это большая мотивация работать, а каналу помогает расти. Также подписывайся на канал. Телеграм, ссылка на который в описании. Жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Комментируй, делись видео с друзьями. Обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!